Сегодняшний проект один день можно смело переименовать в один день уходящего лета. Каким бы жарким во всех смыслах этого слова не было лета 2014 для страны в целом, нужно исходить из того, что летняя пора всегда ассоциировалась с сезоном отпусков, яркого пусть и кратковременного отдыха от рабочей изнуряющей рутины. Мы уезжали в другие регионы, другие страны. Кто-то, чтобы просто поваляться на пляже под чужим неодесским солнцем, смыть себе негативную энергетику, а кто-то выбирал активный отдых, открывая для себя новую культуру, архитектуру, природные богатства. Впрочем, таким центром притяжения является и Одесская область. Но в силу разных причин Южная Пальмира и прилегающие окрестности свой курортно-туристический потенциал пока используют не на полную мощность. Даже если не брать во внимание форс-мажорные обстоятельства 2014 года. Чтобы понять, в чем пока Одесса, а с ней туристическая Украина в целом проигрывает европейским центрам, мы отправились в небольшое путешествие по городам, которые в какой-то степени можно было бы считать конкурентами жемчужины у Черного моря. Можно было бы, но, увы, пока о конкуренции речи не идет. Обладая множеством особых достоинств, неповторимой аурой, Одесса для европейского туриста по-прежнему остается такой себе террин-когнито. Вот несколько примеров, почему наш город все еще объезжают стороной. Всем известно, что Одесский оперный театр по красоте делит первое место с Венской государственной оперой. Театр далеко не единственная достопримечательность столицы Австрии. Чтобы посетить дворцы, музеи, парки, соборы, смотровые площадки, нужно объездить почти весь центр города, а значит понести существенные финансовые затраты. Ну а венские ательеры пошли навстречу туристам. Одна из столичных гостиниц все транспортные расходы взяла на себя. А это ни много ни мало компенсация гостям проезда на автобусе, метро, трамвае, городской электричке в течение того времени, что они живут в отеле. Что-то подобное могут сегодня предложить их одесские коллеги. Как написал местный эксперт, по умению работать с клиентами, европейские ательеры находятся на третьем уровне. Мы же пока застряли на первом. Впрочем, совсем не обязательно гостям украинских городов компенсировать затраты на проезд в общественном транспорте. Потому как 90% нашего автобусного и трамвайного парков просто стыдно показывать зарубежным туристам. Не то, что предлагать в нем проехаться. В этом подобии транспорта летом душно, осенью мокро, трамваи часто загораются и сходят с рельс. Говорить о том, что одесский общественный транспорт приспособлен для перевозки детских и инвалидных колясок, велосипедов, не приходится. Что такое расписание, нашим ЭТП и горэлектротрансу просто неведомо. А если они что-то знают, то для пассажиров это большая загадка. Краков и Варшава, Прага и Вена с точки зрения организации дорожного движения, качества трамваев и автобусов, дают Одессе и любому другому украинскому городу сто очков фуры. При этом от работы общественного транспорта зависит не только комфорт туристов, но и жизнь аборигенов. Чехи, австрийцы, поляки, немцы создают комфортные условия прежде всего для себя, а уже мы, приезжие, во все этим пользуемся. Кстати, продолжая тему транспорта, одним из таких удобств в Праге оказался проездной билет на один день. Значительная экономия средств и времени. Раз мы уже затронули тему европейских музеев, то обратим внимание на гибкую систему оплаты и на те возможности, которые предоставляет так называемый общий билет. То, что в Одессе только-только собираются внедрить, уже с успехом действует в Вене, Праге и Зальцбурге. Стоимость такого билета в три раза выше стоимости обычного пропуска – порядка 34 евро. Но и позволяет такой билет посетить семь музеев. Билет в зоопарк позволяет посетить террариум, выставку насекомых и даже комнаты отдыха животных. На нашу валюту, сразу скажем, все это переводить не стоит. Лишние сердечные проблемы ни к чему. Ну так там и зарплаты немного другие, верно? О качестве дорог между городами, в том числе и железных, промолчим. Это общеизвестный факт. Наши чиновники в сфере туризма могут сколько угодно говорить о перспективе зеленого туризма в Одесской области. Но пока не будет найден честный и профессиональный подрядчик для ремонта дороги в Келью или Вилково, дальше разговоров дело не пойдет. Еще одно любопытное наблюдение. До конца ли Одесса использует свой морской потенциал? Платные пляжи, веб-зоны, ночные клубы – это всего в избытке. Но на какой сегмент отдыхающих это все рассчитано? На весьма узкий. Расширить возможности морского направления можно было бы за счет морских трамвайщиков. Лет 20 назад они были качественной альтернативой трамваям и троллейбусам, курсируя от морвокзала в направлении Лонжерона, Аркадии, Лузановки и Большого Фонтана. За 20 лет Генуя, Сплит, Валенсия, Ванкувер постарели. Максимум, что они могут предложить пассажирам – 40-минутная прогулка, практически не выходя из гавани. В Кракове, Праге, Вене и Зальцбурге моря нет. Но там есть реки Висла, Волтава, Дунай и Зальцах. И речные трамвайчики там работают с раннего утра до позднего вечера. Разнообразие маршрутов и катеров поражает. Причем все это, как правило, сопровождается аудиоэкскурсиями на разных языках. И это только самые яркие и очевидные нам примеры. Туристический и курортный центр Одесса может и должен быть лучше. Но надо учесть важное обстоятельство. Учиться никогда не поздно и никогда не нужно этого стыдиться. Виталий Хемий, проект «Один день», телекомпания «Академия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова